президент украины владимир зеленский сегодня преподнес новую грандиозную сенсацию он отправился с официальным визитом в америку это первая зарубежная поездка зеленского за все время прошедшая после начала российской вооруженной агрессии против украины 24 февраля визит неожиданный визит сенсационный о том что он готовится никто не знал и не объявлял это разумеется делалось из соображения безопасности сейчас мы знаем что подготовка началась где-то в начале декабря 11 числа был телефонный разговор в котором зеленский и байден обсудили детали предстоящего визита 14 числа зеленский как утверждают коллеги журналисты получил официальное приглашение и вот судя по всему в ночь с 20 на 21 он отправился в путь появились некоторые дополнительные подробности поездом зеленский приехал из киева в польский пограничный город перемышль оттуда из перемышля отправился на аэродром в жешуве и уже из жешува вылетел в соединенные штаты зеленскому сегодня предстоят переговоры с байденом в белом доме ну естественно официальная церемония встречи затем зеленский сегодня должен также выступить перед американскими законодателями перед членами палаты представителей и сената сша на капитолийском колне запланировано также общение журналистами пресс-конференция сейчас когда я записываю это предисловие в америке еще утро все о чем я говорю состоится в течение дня в течение вечера и даже ночи когда уже в европе будет глубокая ночь будем следить за информацией за сообщениями о том как проходит визит что там обсуждается какие могут быть предварительные итоги о визите зеленского мы сегодня говорили из моим знаменитым собеседником александром невзоровым который пригласил меня сегодня поучаствовать в его очередной невзоровской среде ну и предлагаю вам внимание вашему вниманию предлагаю вот запись этого разговора добрый вечер сегодня как всегда невзоровская среда по средам по старой уже никому не нужной но тем не менее существующей традиции невзоровских сред сегодня у меня очень сложный собеседник сложный и важный важный для меня потому что много десятков лет между мною и авторитетнейшим ныне в украине журналистом всегда были очень тяжелые очень напряженные отношения мы помним наши идеологические схватки конфликты 90-х когда он в общем гораздо точнее выбирал прямой путь к правде нежели и вот сегодня он мой собеседник надеюсь безжалостный и надеюсь мудрый и надеюсь нисходительный вдруг мой привет я не ожидал что в результате вот эти вот жизненные пути приведут нас в один окоп и мы окажемся бок о бок александр для вас приветствую и должен сказать что я на самом деле ждал что рано или поздно это произойдет потому что ну в этом а копия мы на самом деле не вчера оказались а в общем уже достаточно давно с четырнадцатого года нас ну и точно с начала путинской войны против украины но год я бы хотел все таки там чтобы не погрешить против истины сказать что при всех идеологических разногласиях при всех разных абсолютно взглядов на то что происходило в стране в конце восьмидесятых в девяностых да и потом у нас личных отношений личного конфликта никогда не было и я честно это как раз было это как раз искры высекались из двух совершенно разных идеологий из того что я шел очень кривым путем но я набрался колоссального опыта и никогда бы не знал всю эту зверь машину изнутри так как я знаю ее сейчас давай секундочку а вот это зверь машина вам сударь александр глебович дорогой мой она была вам известно лично но вот условно говоря с путиным в питерские времена вы были знакомы да конечно невозможно было жить в питере не быть знакомым с путиным потому что путин был большим решалой и путин был действительно способен на общение на какие-то милые посиделки на какие-то разговорчики но путин ведь смотри он же сложился задолго до своей питерской вот этой собчаковской пары знаешь была одна такая история я никому не рассказываю но она предельно любопытная была такая девушка лида такая удивительная девушка лида лидия корнеевна чуковская это была известная мощная очень правозащитница дочка корнея иван чуковского и кгб не имея возможности ее усадить тем не менее со старушкой и было уже очень много лет всеми способами боролась но боролась как делая мелкие гадости и приходила корреспонденция запада эту корреспонденцию прямо почтовом ящике заливали силикатным клеем это было в москве у нее был огромный размер обуви она как-то так по-питерски всегда перед входом в квартиру это наш папу наверное да 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 ноги да там были ноги о ноги и она очень всегда тщательно как это было в питере принято тогда еще никто не снимал в обувь заходя в гости или даже домой она всегда очень тщательно эти большие ноги терла о половичок у двери ну чекисты додумались лить под половичок подсолнечное масло а половичок уезжал лидия корнеевна падала на ручку двери рассекала и накладывали швы и это все считалось верхом изобретательности это было кстати московская чека устраивала но вот казалось всем что этого мало что как-то вот все равно старушка активно и в москву прибыли два спеца два молодых лейтенанта одного из них звали володи которые стали стали измышлять а как бы действительно старушке затруднить ее правозащитную деятельность по-настоящему и вот далее идет очень характерная история жутко и характерная лить корнеевна была уже настолько слепенькой что читать могла только с огромной лупой описала она только толстым черным фломастером который не могла потому что она не могла разглядеть след шариковой ручки не могла выдерживать порядок букв и ей друзья из европы из голландии из франции все время присылали наборы черных фломастеров чтобы она могла писать статьи и вот нашелся один умелец юный чекист который получив извещение с почты о том что чуковской пришли наборы фломастеров забирал эти фломастеры с почты и вот эту вот фланелевую ну знаешь устройство фланелевый такой фланелевую попку фланелевый штырек который собственно говоря и является той писущей частью обрезал бритвы заподлицо заподлицо это как раз то самое слово которое здесь очень хорошо ложится заподлицо обрезал и старушка писать не могла фломастеры не описали они не ленились они проделали эту блестящую операцию за которую все были награждены почетными граждан грамотами и особыми особыми привилегиями и звездочками они не поленились проделать такую операцию по моему с тремя партиями фломастеров лишив возможности лидии корнеевну которая была очень крупной фигурой ее конечно полностью затмевала новодворская но поверь мне лидия корнеевна была фигурой не меньше просто в блеске сияния и риторики новодворской она немножко терялась и вот все-таки новодворская была попозже 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 я помню я помню я всегда в первую историю которую я вспоминаю когда слышу это имя лидия корнеевна чуковская это ее гениальное письмо которое написала шолохову после того как он выступил с омерзительной такой тоже заподлицо речью с трибуны двадцать третьего съезда кпсс это был шестьдесят пятый год и вот или шестьдесят шестой могу ошибаться но смысл речи был в том что он устроил словесный такой поганый словесный разнос синявскому и даниэлю которых только что только что осудили к сорокам огромным за то что они всего-напсего публиковали под псевдонимами свои произведения на западе и тогда лидия корнеевна написала письмо в котором сказала что господь вас приговорит самому страшному наказанию которое вообще существует для человека творческого к окончательному и полному бесплодию и кстати заметь что очень многие так называемые представители так называемой творческой интеллигенции которые сейчас соревнуются в поддержке путина удивительным образом страдают вот этой болезнью замечательной творческим бесплодием но я тебе подожди у тебя немножечко вот такие вот пласты временные смещаются ты говоришь о лидии корнеевны молодой я говорю о лидии корнеевне уже практически 10 лет наверное прошло и не забывай работал прости что перебиваю путин же по пятой линии в пятом отделе который занимался диссидентами и правозащитниками работал до того как он уехал да 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 он благодаря этому то в общем и выслужился у него было два дела одно дело рыбакова и вот это вот блестящая находка который доложили лично тогда начальнику управления московского кгб и все страшно радовались что в общем старуху вывели из игры и портали лейтенанта володю который придумал это сделать это очень характерная для него история но давай мы еще вернемся вероятно к путину пару раз давай посмотрим что нам предлагает день сегодняшний он не менее ярок да еще извини только в довершении скажу что вот это несовпадение временных пластов ведь новодворская же не всегда была просто сидящей в кресле и блестящей философствующей женщиной она была и молодой она и она была и дерзкой она и носилась она и она была уже достаточно ярко и в период лить корней вот смотри у нас сегодня мы видели вот это вот награждение в кремле награждение в кремле пропагандонша может быть ты в курсе в свое время в северной италии в ломбардии было такое братство фратели лебросси это были прокаженные прокаженные которым все отказывали в общении это были на самом деле очень несчастные люди там был такой обряд посвящение в прокаженные где тварь с капающим гноем лепрозными гроздьями с вытекшими глазами долгим засасывающим поцелуем целовал гарантированно заражая проказы будущего члена этого общества вот это все награждение она сильно напомнила мне этот обряд потому что мы видим вот этих по разным причинам безусловно изгоев безусловно будущих преступников будущих сидельцев на скамьях я считаю не гааги я считаю что проводить процесс по путинскому делу надо в нюрнберге согласен абсолютно все время это повторяю или в мариуполе в том самом театре которые разрушили вместе со скрывавшимися от бомбежек итальянцы же его обещали восстановить вот пусть восстановит и там процесс устроен хотя нюрнберг лучше до нюрнберг лучше и не забывай что никакие итальянцы никакие супер современные бетоны никакие ароматизаторы никто не в состоянии победить и истребить чудовищный трупный запах который пробивается сквозь бетон и который не победим мы знаем что для того чтобы не демонстрировать истинное количество трупов большинство погибших в мариупольском театре от русской бомбежки было забетонировано когда было принято решение значит сперва этот театр восстановить и чуть ли уже не приспособить под пляски старушки бабки поэтому я думаю что да скорее всего все таки нюрнберг там все очень отлажено и там по-моему же этот самый исторический зал сохранился вот прямо там же кино снимают что называется на реальной натуре и там протирают скамейки единственное что в этом случае скамеек конечно не хватит и вот зачем я не соглашусь саш я думаю что на самом деле нужно пойти тем же путем которые пошли тогда один большой процесс над главными и потом 10 отдельных процессов там же были малые нюрнбергские отдельно над промышленниками которые финансировали вооружение вермахта отдельно над госчиновниками отдельно над врачами-убийцами отдельно над судьями и может и наверняка должен быть отдельный процесс над пропагандистами те которые в кремле вот получали лично от путина эти самые лепрозные поцелуи они наверное должны сесть на скамью подсудимых на главном процессе а рангом пониже чтобы мест не занимали отдельно да дорогой смотри у нас еще есть примета того что то о чем мы говорим то есть нюрнберг не за горами мы увидим что в этом году грубо нарушен порядок государственного управления что что свидетельствует о большой беде и надломе вертикали официально заявлено что в этом году не будет путинского послания того самого ежегодного послания путина федеральному собранию а ведь послание по доброй воле путин бы никогда не отменил понятно что для него это важнейший момент славы ежегодный что это возможность чувствовать себя царем галактики эта возможность вешать лапшу на исключительно тренированные преданные покорные уши нескольких сотен тысячи людей более того это очень важный государственный ритуал это смотр лояльности это демонстрация верности это показатель того кто в фаворе а кто отставлен кому уменьшилось доверие кому она увеличилась там ведь все играет роль вплоть до рассадки стороны это же язык который понятен путинской вертикали и вот этот обряд важнейший обряд верности парад лицемерия халуизма он отменял по своей воле он никогда бы этого не сделал потому что он действительно видит смысл этих своих выступлениях он упивается собой ему важно с кем-то делиться теми конспирологическими бреднями которыми он нас которые он насосал из всяких подозрительных брошюрок про миллион лет истории славян про первенство первенство над всем остальным человечеством и про высшую расу им это все очень важно то есть заткнуться по своей воле он никогда бы не решился к тому же него кто-то заткнул ты считаешь вероятно вероятно у меня нет другого объяснения да вот помнишь орловскую губернию середина 19 века 1852 год помещица была такая сумасшедшая и даже очаровательная тетка с подходящей фамилии хавронгина помещица хавронгина она увлеклась балетом в свое время и она создала у себя крепостной театр в котором была солисткой сама но помещица хавронгина старела и фуэте получались все хуже перестали ездить соседи потом вообще все перестали смотреть она заставляла своих крепостных смотреть как она старенькая жирненькая страшненькая пытается в пачке крутить балет и она даже заставляла единственного грамотного человека по-моему это был панамарь при местной церкви писать восторженные реплики статьи которые потом пытались размещать в губернской газете вот здесь путин абсолютно в положении этой смешной помещицы он не может отказаться ты просто у тебя тоже была извилистая судьба как у меня мы приходили в самую большую прессу мы владели по сути дела самыми большими каналами и добровольно уходили с них рвали много было всего а он живет вот в этой атмосфере поклонения в этой атмосфере политических обрядов автором которых он является живет уже много лет это это наркотик силу которого ты какие же люди должны быть рядом с ним которые тем не менее могли сказать ему владимир владимирович или володя знаешь что хватит тебе нельзя больше выступать или сейчас тебе точно нельзя выступать кто это вот ротенберги тимченко ковальчуки вот есть еще и горов такой николай я про него слышал много раз что некий богатый влиятельный питерский адвокат которого путин очень ценит много раз звал работать в кремль но он почему-то не захотел остался вот такой теневой фигуры не знаю жив ли он сейчас есть какие-то там поклоняющиеся путину или может быть путин им поклоняется питерские ректоры литвиненко по моему там был такой да с удивительно с удивительно римской рожей я его даже когда-то звал в кино сниматься потому что там была выдающаяся внешность друг мой киселев я не умею гадать и никогда не делюсь тем чего не знаю я не знаю кто именно смог ему предложить заткнуться в этой ситуации но то что это затыкание точно не шайгу нет 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 это все это вот тут про этих я могу с уверенностью сказать что это мелкая челядь на подхвате которая ничего не решает понятно что не какие-то объективные причины заставили его заткнуться потому что он все равно живет в волшебном мире который рисуют для него пресс-центры минобороны которые создает для него очень кропотливо и маниакально создает песков нет он пойми он ведь действительно живет в выдуманном мире в мире говорящих фиолетовых грибов где все совсем иначе чем в реальности и те пропагандоны которые соревнуются в пропагандонстве ты же понимаешь они сейчас уже дерутся между собой конкурируют совсем не за деньги совсем не за недвижимость совсем они уже вероятно конкурируют за билетик в тот самый главный бункер страны в которой им был очень хотелось попасть в решительную минуту ядерных ударов и начала ядерного ада они не понимают что совершенно в бункере никто не слушать бред не прораспятых мальчиков 8 лет донбасс никто не будет они там уже совершенно не нужны это материал расходный и давно отработанный другое дело что этот материал не пускает молодняк который мог бы быть еще более задорным чем он но тем не менее все равно уже их выработанность уже их не способность опьянять наркотизировать 140 миллионов уже совершенно отчетливые видны и кстати здесь мы упираемся в то что в том что в общем по удивительному и с моей точки зрения какому-то невероятному стечению обстоятельств противниками а путинской идеологии теми кто способен ее ломать оказались все-таки самые сильные фигуры журналистики россии самые ключевые исторически легендарные важные мощные и удивительные пути всех ведь это же смотри вот грянуло 24 февраля и этот день был тестом для тысяч людей этот день был проверкой на основные важнейшие качества причем я тебе могу сказать что очень многие люди на стороне света на стороне украины оказались не по своей воле я видел их это были кровососы ватники любители поговорить за русь любители покричать про русское оружие и вот 24 осознав пронзенные этой реальностью эти люди уезжали в украину и вступали в весы эти люди полностью меняли свое представление о мире а А вот всякие возвышенные, любители ополинеров и всяких других хамонов. Завсегдатые, я бы сказал, выставок, вернисажи, премьер, открытие новых ресторанов, модных рестораторов. Прежде всего в Москве, но я думаю и в Питере тоже. Мастера шопинга Миланского. А поклонители Европе, вот они вдруг почему-то сподозрительно армянским акцентом, сказали, что не, 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 вот мы русские, Россия наша родина, и мы пойдем за ней, что бы она ни вытворяла. Ну, я бы сказал, что некоторые поразили меня в самое сердце, потому что вот когда началась война, я стал работать на проекте Freedom, это был вот проект, он, собственно, и продолжается существовать, но меня там больше по независимым от меня причинам нет. Это был проект телевизионного вещания Украины на русском языке, прежде всего адресованный русской аудиторией, русскоязычной, и в самой России, и за рубежом. И вот я один, другой, третий раз обратился к моим хорошим, известным, как мне казалось, вполне убежденным, своих демократических, антипутинских, прозападных в хорошем смысле, либеральных, опять-таки, в хорошем смысле, или консервативных. У нас ведь в России часто путают принципиальную разницу между либералами и консерваторами. Ну, неважно. Так вот, я обращался к ним за интервью с просьбой выступить вот на этом канале, на этом проекте, и с удивлением слышал, а я не могу выступать на канале страны, которая ведет войну с Россией. Я против Путина, но я поддерживаю наших солдат. Я не могу осуждать публично наших военных, даже если они выполняют преступные приказы. Это для меня был, знаешь, просто как ледяной дождь. И заставило это все меня, конечно, на многих людей совсем по-другому посмотреть. Хотя они поменялись. Поменялись, и слава Богу. Ну, ты знаешь, вот эта вот категория, которая сейчас шифруется в таком меме «не все так однозначно», это самая дерьмовая, это самая подлая и это самая опасная категория. Вот те, кто употребляют это выражение «не все так однозначно». Потому что уж лучше, когда это путиноиды-фанатики, когда это нот, когда это кошмарщики и откровенные кровопийцы, чем когда вот эта вся интеллигентская слизь и мразь, в которой в какую-то минуту возникает потребность позаботиться о, как они выражаются, наших мальчиков. Ой, больная эта тема про наших мальчиков. Да не больная она. Не больная она, нафиг значит. Понимаешь? Нет, нет, я имею в виду, у меня вопросов нет по этой теме. Наш мальчик, у которого появляются теплые обувь и непромокаемые ботинки, который провел ночь перед атакой в тепле, сыт, обут, одет и хорошо вооружен, он будет лучше убивать украинцев. Да, совершенно верно. Он будет совершать... Для меня это все равно подонки-преступники, насильники и убийцы. Мне совершенно безразлично, как они называются и какое имя они носят. Я ведь не русофоб, я не русофил, я не русофоб. Для меня вообще понятия национальности никакого значения не имею. Я сам человек без корней и без... Хорошо, но на Байрактар денег дашь? Дам, конечно, когда они у меня будут. Потому что я ведь... Понимаешь, если бы я был умным, то я бы, вероятно, свою эмиграцию, свое спасение от путинского фашизма, я бы все-таки подготовил. И я бы вывел какие-то деньги из России, я бы спас там бизнес, я бы... Поверь мне, у меня там были колоссальные возможности и очень серьезные доходы. Ведь я же порвал совсем. А как только меня... Как только возбудили дело, как только меня объявили в розыск, все счета немедленно арестовываются. Все. И никаких сил и никаких возможностей оттуда добыть, что бы то ни было, невозможно. Когда я оказался здесь, на Западе, выяснилось, что у меня счета здешние, заблокированы по той причине, что я имею отношение к России. То есть это была ситуация, и я впервые в жизни оказался нищим. Это очень увлекательно оказалось. И очень здорово. Это вынудило меня сейчас, ну, во-первых, много работать. Во-вторых, я понял, что то пижонство, которому я предавался, это совершенно ненужная часть жизни. Я понял, что совершенно не обязательно быть обладателем Бентли и Рос Робеса. То есть я очень многое благодаря иммиграции... А какая у вас машина, сударь? У меня никакой нет машины. Вообще нет? Вообще нет. У меня есть велосипед теперь. Ну что, это прекрасно. Мои машины арестованы и разныканы. Я не знаю, что с ними. Я не интересуюсь их судьбой. Для меня это все уже некая давным-давно утонувшая Атлантида. Хотя... Хорошо, я прошу прощения. Я бы добавил еще одну вещь. К тому смысловому ряду, который ты только сейчас перечислил. Еще, знаешь, в этой новой ситуации, в которой мы многие оказались, выясняется, что есть настоящие друзья, к которым даже не успеваешь обратиться за помощью, которые сами к тебе приходят и говорят, старик, чего тебе надо? Чем тебе помогут? Знаешь, это для меня такая стыдуха. Я настолько пытаюсь избегать этой темы и увиливать, когда мне задают прямые вопросы, потому что вот тут я опозорился по полной программе. Вот просто по полной, по полнейшей. Все те люди, которых я привечал, холил, лелеял, защищал, продвигал, назначал на должности, предали все. Люди, к которым я относился пренебрежительно, насмешливо, позволял в эфире радио Москвы на Невзоровских средах и в других местах публичные обидные выходки. У меня дьявольский острый язык, а я умею ранить. Ой, умеете, сударь, умеете. Да, и эти люди да, все совпадает. У меня все примерно так же. Из всяких моих просьб без всяких молений звонили сами, приезжали сами, помогали. Все так. И это было для меня невероятным открытием, к сожалению, демонстрации того, что да, даже я многохитрый, многоопытный, не очень-то хорошо разбираюсь в людях, потому что никто не ожидал, что этот тест на мерзостность не пройдут близкие друзья. Ну, кстати, Саш, ведь это на самом деле распространенная штука. Мне в жизни приходилось встречать очень много успешных, неглупых, талантливых во многом людей, которые были лишены одного дара разбираться в людях. Я не буду называть конкретные фамилии, потому что многие из этих людей очень известные, но за которыми там длинный шлейф тянется, тяжелейших человеческих ошибок. Ну, вот один из них покойник, о нем уже, наверное, можно сказать. И мы с тобой его обы знали. Борис Абрамович Березовский, да? Да, 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 при том, что мы не можем сейчас четко определить, о ком мы говорим, о реальной фигуре, либо о медийном мифе, потому что эти две субстанции слились, и мы знаем, что в реальности Борис Абрамович был далеко не так интеллектуальным, далеко не так мудр, а очень суетлив, и, я бы сказал, своеобразен во многих своих поступках и действиях. Нет, ведь смотри, для меня вдруг стало понятно, что абсолютно не важно, кем ты был до 24 числа, совершенно не важно, что ты говорил и что ты делал, какая у тебя история, каким образом ты пришел к этому тестовому важнейшему дню, и что ты нес к этому дню в себе, потому что я тебе могу сказать, вот я же, да, я же абсолютное чудовище, информационный наемник, всю жизнь промышлявший тяжелым информационным наемничеством, у которого руки по локоть в слезах хороших людей, корыстный, беспринципный, безнравственный, жестокий, успешный, но тем не менее это же все равно фигура была ужасная, первый раз в жизни работаю, то что называется, бесплатно, потому что конечно я никогда не возьму с Украины ни единого цента, ни единой копейки, ну и плюс это моя война, потому что я понимаю в отличие от например того же Байдена, или в отличие от того же Макрона, что война ведь идет не за Украину, война идет за планету, ну да, за цивилизацию, за цивилизацию, потому что если Путину дать воле, цивилизация будет уничтожена вся, и пойми, мне это вот та ситуация удивительная, где мне от победы ничего не надо, мне не надо даже крошек со стола ее, мне не нужны там должности, деньги, депутатства, награды, я понимаю, да, что тренд изменится, и через какое-то время все противники войны будут национальными героями в России, мне ничего не надо, я никогда не буду там в России восстанавливать бизнес, я постараюсь туда не вернуться и порвать с ней все связи, избавившись от гражданства, эта война, она подняла с печей, из лабораторий вынула, из библиотек, сдернула, со сцен самых разных людей, и эти самые разные люди, которые либо по возрасту, либо по иным причинам не могут сражаться в ВСУ, они совершают колоссальное по важности дело, ломая путинскую идеологию, ломая путинскую пропаганду, да, их важность при этом, замечу, вслед за тем, что ты сказал только что, они это делают для себя уже внутренне, приняв решение, что эта страна отрезанная ломать, и они туда не вернутся, как один собеседник спросил меня, в публичном разговоре, ну, что ты хочешь, вот, хочешь, я тебе куплю НТВ, ты вернешься и будешь работать опять на НТВ, я от такой глупости и непонимания того, что в действительности происходит, от такой, я не знаю, нравственной немоты по отношению к, глухоты, прости, по отношению к собеседнику аж оторопелся, ну, понимаешь, я думаю, что ты был прав и теоретически и практически, потому что каждый день войны, каждый день войны, он стремительно уменьшает право России вообще на существование как государства, это право уже давным-давно на нуле и отсчет пошел ниже нуля, понятно, что это совершенное преступление, за которое все равно придется ответить, и никто не позволит России, которая заявила о себе как о главном враге мира, правды, цивилизации, права, покоя, никто не позволит существовать, другое дело, что мы сейчас не в праве судить и рассуждать о всех механизмах, которые скрыты и которые никогда не выносятся ни на прессу, ни на более-менее публичное обсуждение, но мы понимаем, что Россия абсолютно приговорена и не будет ни НТВ, ничего не будет, будет то, что заслужил преступник, это преступление чудовищное, ведь нет уже... А ты не допускаешь, прости, что перебиваю, но ты не допускаешь, что Россия может закрыться, стать этакой вот страной из книги Сорокина, страной опричников, которые живут за реальной стеной по лекалам Северной Кореи, или вот так, как описал Дугин, рассуждая очень смешно при этом про монашеские шествия и запрет абортов и разводов. Да, 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 вот в своем опусе, посвященном тому, как решить демографические проблемы, он обрисовал вот такую архаическую средневековую российскую цивилизацию. Ты не допускаешь, что это вариант, что это сценарий, который может реализоваться? Более того, я с ним знаком, более того, я его слышал от его авторов. Я, видите, много, как ты понимаешь, у меня достаточно большой опыт общения со всеми, и занимая, несмотря на то, что я с 14-го года вытворял все, что хотел и говорил все, что хотел, исключительно по причине беспрецедентной дерзости и наглости, я вынужден был вести очень много бесед. У них очень простая логика, и они ее озвучивают. Эта идея создать в случае поражения и запирания внутри идеально жесткую чекистскую систему, которая удержит Россию от распада. Все обвязать агентурными сетями, полностью подчинить суды, ну, все уже произошло, не оставив ни в судебной, ни во проохранительной системе никого, кто руководствовался бы принципами права справедливости, создать огромные армии карателей внутренних, наделенные всеми правами. Логика очень простая, им, ведь они же убеждены, что распад Российской империи и распад Советского Союза можно было предотвратить, что просто надо было быть жестче. И сегодня нельзя повторить ошибки николаевских или совковых структур. По их логике, вот по логике этой кремлевской книги мертвых, единственной книги, которую читает Путин, если бы кровавое воскресенье 9 мая 905 года убило бы не 350 человек, а 30 тысяч, то все было бы в порядке. Плохо стреляли. Если бы ГУЛАГ сожрал не жалкие 20 миллионов, а 100, то и СССР бы, по их логике, уцелел. Тогда не надо было останавливаться и расслабляться. Если бы в детстве всякие Киселевы, Невзоровы, Латынины, Гераченко и все остальные росли бы в атмосфере парализующего ужаса, и так, чтобы у каждого взявшего самоздатовскую книгу сами по себе бы отсыхали руки, чтобы возникала физиологическая реакция, то все было бы в порядке. Если бы всяких там диссидентов не забавляли бы процессуальными мероприятиями, а просто забивали бы арматуренные на заднем дворе КГБ, то уже все было бы в порядке, все было бы хорошо. Все бы стояли по-прежнему в очереди за туалетной бумагой, слушали бы Людмилу Зыкину и съезды КПСС. По их мнению, недостаток страха и жесткости дважды сгубил страну. А вот в этот раз, наученный этим горьким опытом, они такую ошибку уже не повторят. Нужен им тот уровень. Они уже не повторяют прости. Они уже жестче, жестокие, гораздо более и бесчеловечные, чем те, которые боролись с диссидентами, правозащитниками, инакомыслящими в 70-е, в 80-е годы. Согласись. Не соглашусь. К счастью, они еще и воры. И это самое лучшее, что мы можем о них сказать. К счастью, они совершенно развращенные твари, которые все равно прикидывают, даже глядя на труп диссидента, они думают, не выдарит ли у него быстренько золотые зубы. Это да. Или не продать ли его бездыханное тело выгодно его родственникам. Да, да, да. Мы понимаем, что вот это вот глобальное ворюжество, оно разрушило этот чекизм, оно проело, превратило всю его внутренность в труху. Осталось вот только набитая этой трухой мумия там Патрушева, Бортникова, и что ткни ты в эту мумию, и она пальцем пробьется насквозь. Если бы Россия была не вороватой, не такой проеденный, изгнивший на корню собственный, съеденный уже этой коррупцией, коррупцией, она была бы, конечно, в миллиард раз опаснее для мира. И вот ты думаешь, что из-за этой коррумпированности, из-за того, что они воры и все время где-то пытаются урвать себе еще чуть-чуть золота, денег, комфорта и так далее, именно по этой причине проект страны опричников не реализуем? Не реализуем. Не реализуем еще и потому, что мы выиграем информационную войну. Безусловно, нас очень мало, и силы наши теоретически невелики. Ты та, с моей точки зрения, важная фигура, которая могла бы и должна быть и будет понятна в России, к сожалению, тебя очень мало в доступных для России и популярных в России медиапространствах. Ты безобразно углубился в свой, я бы сказал, честный и красивый, но очень украинский авторитет. Пойми, тут ведь есть какая история неприятная. К сожалению, по причине великодержавного шевинизма по причине вот этого великорусского хамства, который подпитывался в советское время, выращен был еще в николаевские времена, Россия не воспринимает украинскую журналистику. Вообще, для нее это что-то, это какая-то вышиванка, это второй сорт. Россия способна слышать только тех, на ком она воспитана, а она воспитана и на себе тоже. Поэтому я бы рекомендовал вам, милостивый государь, не считайте это вербовкой, вы и так воюете на этом информационном фронте, но усиливать свое воздействие и свое присутствие в русской аудитории. Это же чертовски важно, вот я повторяюсь, что мне действительно как бы мы видим многих многих бывших россиян, которые руководствуются мечтой стать спецпредставителем в России от Украины, понимая, что Украина будет рулить, что Украина будет распоряжаться судьбой России. Это неминуемо, это неизбежно. Да, есть рыцарь Зеленский, который декларирует, все, мы отгоним их за пределы границ 2014 года и поднимаем забралом и заканчиваем войну. Это нереально, это невозможно от того, что вы бешеную собаку загоните в ее за ее условную черту, она бешеной быть не перестанет, угроза не исчезнет, она насосется железом, кровью, деньгами и ломанется оккупировать опять. Россия не может не оккупировать. Так ты что, хочешь сказать, что если в России появится какая-то другая новая власть, то она будет черпать свою легитимность в Украине, в украинском народе? то есть это произойдет тоже не сразу, безусловно, это произойдет просто потому, что в России уничтожат друг друга, ведь первая драка за власть будет дракой между патриотами, вот как только тушка Путина наконец остынет, пойми, мы же говорим о войне, об уникальной войне, мы говорим почему она, чем она уникальна, она уникальна тем, что эта война может быть прекращена при помощи одного кирпича, все, что требуется для того, чтобы закончить эту войну, это один кирпич, который с нужной силой приземляется на нужную голову, больше она вторая мировая нужна была круппу и германским, германская аристократия, и военная аристократия, и промышленная, первая мировая была вообще нужна всем, потому что всем необходимо было испытать новейшее вооружение, новейшие возможности армии, все офигевали от миленита, от ледита, от разрывных снарядов, от новейших гаубиц, у всех был этот зуд, и всем была нужна эта идея. Но это еще была колониальная эпоха, это была колониальная эпоха, это война. отобрать у соседей по Африке, Азии, соседние колонии, чего это у нас, у немцев гораздо меньше территории в Восточной Африке, чем у англичан, или там в Южной Африке, почему? Заберем, пришлось отдавать, правда, на самом деле. Да, сейчас другая история, мы же понимаем, что в ту секунду, когда начинает остывать тело Путина, все заканчивается, и даже та формальная война, которая может быть продолжена, это будет уже война без малейшего градуса, это будет война сплошных отступлений, сплошных компромиссов, но тут же возникнет естественно, технически, получит власть тот, кто имеет телефоны, тот, кто имеет, ну, телефоны в прямом смысле этого слова, это вот эти все сверхзвуковые вертушки, которыми они так любят развлекаться по сей день, кто имеет возможность отдавать команды остатку армии, понятно, что существенной фигурой могут быть руководители частных военных компаний, если они доживут до того дня, потому что они ведь очень много наобещали Путина, они наобещали столько, что у Путина уши, вот слышен был прям скрип, как он раздавался от роста путинских ушей, когда ему обещали, что уголовники за пару недель решат все проблемы, уголовники не могут взять даже бахмут, и ложатся там сотнями и тысячами, и они абсолютно бессильны, это не солдаты, это не армии, зэковского чуда не произошло, поэтому мы можем только представлять себе очень отвлеченно, что за фигуры будут на первых порах сражаться. Вот прости, хочу уточнить все-таки, как ты думаешь, повторится ли, я понимаю, что история никогда не повторяется со стопроцентной точностью и вообще порой проводить параллели, это рискованное и неправильное занятие, но тем не менее, повторится ли что-то подобное тому, что было после смерти Сталина, когда среди его верных соратников по политбюро, плясавших в присядку на этих знаменитых ночных обедах на ближней даче, появились потом люди, которые демонтировали или во всяком случае пытались демонтировать сталинское наследие, там условный какой-нибудь Константин Львович Эрнст не скажет, а вот теперь я вот займусь демонтажом путинского наследия, не найдется ли какой-нибудь еще человек, который попытается разглавить новую оттепель? Я подозреваю, что нас ждет очень много неожиданного, я подозреваю, что всплывут и омерзительно засверкают самые неожиданные имена. Ну вот Маргарита Симонян, степень ее беспрецепности и циничности безгранична, я прекрасно помню. Она упустила свой шанс, она могла войти в историю блистательной игре. Ты видел когда-нибудь этот орден почета, да? Он имеет такую, это такая блямба, и там, естественно, пумпочка, пумпочка с нарезкой, то есть при получении такого ордена надо быстро успеть поднести этот орден к лысине награждающего и резко ударить этот орден. Вот тогда упустила, да? Упустила момент войти в историю. Человеку обеспечена всемирная слава. Посмотри, как ничтожно тонка эта мембранка, отделяющая полный позор от великой славы. Всего-навсего одно движение. И потом она могла бы сказать то, что она думает на самом деле. уйти из этого мерзкого имиджа имперской артистки. Другое дело, что я подозреваю, что она давно уже переродилась. Она же слышит то, что она говорит. Я думаю, что очень много возникнет фамилий. Я точно знаю, какой фамилии там не будет. Это не будет моей фамилии в этом списке. Я действительно жду, когда эта война закончится. Да ведь тебе же по этой самой сверхзвуковой связи обязательно кто-нибудь позвонит и скажет Александр Глебович, вам надо возвращаться. Здесь у нас много работы. Непонятый край. Ты знаешь, Ютуб приобрел мерзкую привычку. Он выискивает с помощью робота всякие слова из трех букв и сокращает. Ну, Ютуб научился с нами бороться, поэтому я не буду употреблять матерные слова. Я тебе могу сказать, а зачем, собственно говоря, дожидаться окончания войны? Знаешь, ведь была очень красивая, очень интересная история, начиная с 24 февраля. Понятно, что я для них был особой фигурой, от которой они очень много терпели, но которые относились там, блин, как к медному всаднику, кто же его посадил. И вот, когда грянул гром, когда случилось 24 число, со мной серьезно начали беседовать. И было три варианта, предложено три варианта поведения. Первый вариант поведения это просто ладно, хрен с тобой. Благородно молчи через губу, занимайся там своими книжками, этими своими черепами, этими своими мозгами, никуда не суйся, ну и в качестве платы никто не трогает твой бизнес, твои счета, твои деньги, твои возможности, ничего тебе давать за это не будем, и ничего тебе за это не полагается, но сиди себе тихо. и ты будешь цел, и имущество твое будет целое, и все остальное. А другой вариант в этом меню был предложен, ты занимаешь позицию вот ту самую, не все так однозначно, не все так однозначно, средняя спокойная поддержка СВО, и это уже какие-то суммы. Ну, активная поддержка СВО, ты же понимаешь, да, меня вывезли, этот разговор происходил неподалеку от набережных, но вот, блин, вот, семиквартирный особняк, надо? Пожалуйста. Ну, да слушай, ну, что ты меня спрашиваешь еще с таким, я бы сказал, хитрющим видом подмигиваешь, ты же сам знаешь эту всю кухню, ты знаешь, что для них нету ограничения в суммах, для них нету ограничения в прикорме, они готовы на все, лишь бы обладать медийными фигурами, которые повышают их легитимность. Тебе же в свое время тоже предлагали все то же самое. И вот... Ну, семиквартирных особняков мне не предлагали, но купить пытались, купить пытались. Нет, а тут даже никто не пытается купить, тут тебе предлагают вариант, либо вот ты сидишь тихо занимаешься этой своей мозговой чушью, в которой никто ничего не понимает и которая никому не интересна, кроме тебя самого, что справедливо абсолютно, да, ну, вот я тебе скажу, что там, у меня работа по доле хокефалии, да, кому это может быть вообще, это интересно двум людям на земле. Либо ты, значит, не все так однозначно, либо ты активный, активный сторонник специальной военной операции, потому что там русский, родина, зовет, все и так далее, это мы все проехали, я говорю, я говорю о новой ситуации, которая может возникнуть, когда хладный труд. А тебе не интересно, что было дальше? Хорошо, извини, перебил, так ты тянешь с развязкой? Нет, я тяну с развязкой, меня предупредили, что мне дают там какое-то временное размышление, и поворотным пунктом должен стать Израиль. У меня там была назначена лекция, которую я задолжал израильтянам два года тому назад из-за ковида, я не мог приехать, и меня предупредили, что ведь на такие лекции, на мои выступления ходят, это же не анекдоты послушать и не подергаться в ритме танцев, приходят в том числе очень богатые, очень серьезные люди, которые делают свои выводы, и что от того, как я себя поведу на этой лекции в Израиле, какую я возьму тональность, и что я буду говорить, зависит все мое будущее. Конечно, я до какой-то минуты был уверен, что они меня не посмеют тронуть, но я не могу сказать, что я колебался, потому что вариант номер один, когда я тихо ухожу в свою тину четырех с половиной тысяч томов по физиологии и занимаюсь только тем, что мне действительно интересно, меня в принципе, он был мне не чужим, этот вариант, я его, признаюсь, продумывал. И наступил вот тот роковой день, когда мне надо было выходить на сцену в Израиле, там был битком набитый, ломящийся, состоящими в проходах людьми, и я действительно понимал, что это та израильская подлинная, знать, что это решалы и серьезнейшие люди, которые в первые дни войны желают от меня услышать то, что помогло бы им принять самим решение и сориентироваться. я прекрасно понимал важность этого выступления. Вот мне идти на сцену, и ты прекрасно понимаешь, что мне-то что, билеты же уже куплены, я могу говорить все, что угодно, я могу изменить тональность так, как мне заблагорассудится, я могу отделаться легкой болтовней, байками, и не все так однозначно. Но случается ужасное. Случается ужасное, даже неловко это рассказывать, потому что больно это как-то все от какой-то литературщины, киношничества каким-то несет, мне передают конвертик, передают конвертик, в котором нет денег, в котором есть одна маленькая бумажка. И это не записка, это не письмо, это картинка. Красная, синяя, желтый круг. И все. И у меня уносят крышу. Я вспоминаю, кто я есть, и выхожу и говорю, ребят, поймите, сейчас вся планета мечтает проснуться и увидеть у себя в айфонах, айпадах только два слова «Путин мертв». и все. И пошел я то, что называется валить лес и говорить все, что я думаю. Мне напомнили, кто я. Так что это за красный, синий, желтый круг? А я тебе после войны расскажу. Вот давай пусть останется у нас хотя бы одна тема, о чем мы сможем поговорить после войны. Поверь мне, это тоже важно. У нас не менее важная история. Давай отвлечемся от меня, я подозреваю, что я не так уж интересен. Есть некие знаки, которые в нас способны мобилизовать все наше мужество, даже если оно чуть-чуть подтаяло. И будучи вот, скажем так, таким вот опытным негазеем, я тем не менее мгновенно перехожу и хотя до 2014 года, как ты знаешь, то есть после 2014 года я был, наверное, единственным в России, кто заканчивал свои передачи на федеральном канале. Словами «Слава Украине!» Что, вот просто открывай, смотри, вот слишком легко это все проверить. Каждое эхо Москвы заканчивалось словами «Слава Украине!» они всего в брак падали. И я объяснял все, объяснял про преступность задуманной войны, про то, что это абсолютная могила и смерть для России, про то, что победит Украина в любом случае. Я говорил всегда открыто, но это была теория, это были теоретические вещи, а с 24 февраля началась практика, началась ломание путинской пропаганды, чем мы, собственно говоря, и ты, и я, и еще, наверное, десяток профессионалов, которые когда-то были крупнейшими звездами российской журналистики, мы и занимаемся. То есть без нас эта война точно никак не обойдется. У нас есть важная тема. У нас есть сегодняшний дорогой мой визит нашего, ну, мной, по крайней мере, тобой тоже, жутко любимого Зеленского к Байтну. Да, я скажу, что это еще один удар серпом Путину по одному хорошо известному месту, потому что ну, там это была просто серия. Это была, я считаю, просто серия. Смотри. Бахмут. Нет, еще до Бахмута. Обложка журнала Тайм. Да. Зеленский Человек Года. Сам Дэвид Литтерман приезжает в Киев и это же грандиозная величина в американской журналистике и сидит с ним старик вот с этой окладистой бородой, которую он отпустил явно значит косит под библейского пророка сидит в подземелье киевского метро и разговаривает с украинским президентом, а потом миллионы людей это смотрят на Нетфликсе, а потом Зеленский солирует, можно сказать, пять часов в прошлую пятницу солирует на ТФ1, там огромное интервью, которое повторяют дважды, потом во всех новостях фрагменты, самые важные из этого интервью, а в промежутках сидят умные яйцеголовые французские политологи, эксперты по России, по Украине, по международной политике все это обсуждают, и вот мои парижские знакомые и коллеги говорят, что на самом деле этот вечер, украинский вечер на ТФ1 в некотором роде произвел переворот во французском общественном мнении, потому что сейчас люди по-другому стали в результате смотреть на то, что происходит в Украине, кто такой Зеленский, что делает там Путин, и в чем неправ Макрон, который, как мы знаем, ну, скажем так, весьма непоследовательную позицию. это называется. выражается по-русски А потом вот эта история с Бахмутом, когда Шойгу где-то там летает в 100 километрах от фронта, совершает виртуальный облет позиций, Путин, как мы выяснили, теперь в Ростове на Дону, а вовсе не на передовой беседует с генералами там в каком-то штабе, а вот Зеленский действительно по-настоящему приезжает на передовую, по-настоящему на позиции, с настоящими солдатами и офицерами общается, ордена им вручает там, действительно, в Бахмуте, и посмотри, как эти самые пресловутые военкоры беснуются, говорят, как, как мы могли это допустить, у нас же там самые отборные части, больше всего техники, вооружения, боеприпасов, где наша разведка, где наша разведка, я бы сказал, где, но пришлось бы использовать то самое стоп-слово, которое, как ты утверждаешь, используется в борьбе против нас с тобой. Да, совершенно верно, я тебе могу сказать, что по итогам поездки Зеленского в Бахмут было принято очень важное решение, решение втрое увеличить объем секретного чемоданчика. Вот так? Да, да, потому что последовал разрыв чемоданчика, были контужены сотрудники ФСО, ранены, сейчас их отмывают для того, чтобы опознать, и понятно, что уже прежний чемоданчик с объемами, которые он мог бы вместить, не справляется, поэтому не удивляйся, что когда ты увидишь следующее кремлевские или международные хроники, там где-нибудь, ну, его же пустят, Монголию, может быть, Путина еще, то чемодан будет, конечно, значительно больше. Да, и тогда... Наверное, будет уже такая небольшая цистерна на колесах. Ну, а что... Или на гусеничном ходу, в зависимости от окружающей военной обстановки. Я не думаю, что он когда-нибудь окажется в окружающей военной обстановке. Я думал, что вот эти вот жуткие оплеухи, пощечины, ведь было показано, что никто его больше не приглашает определять судьбы мира и решать проблемы человечества. Сиди себе в своей норе и оттуда шевели усами своего Пескова. И думай, как ты будешь заканчивать эту жизнь. Да, максимум в Тегеран. Но, понимаешь, не забывай, что Зеленский, Зеленский, он действительно, ну, вот то, что называется, очень много звезд сошлось, очень много возникло, как ни странно, везений. Ну, во-первых, никто не ожидал, что украинцы окажутся прям командчими Европы. Что теперь понятно, что Россия может, может, безусловно, побеждать в каких-то войнах при соблюдении двух важнейших условий. Россия может победить в войне при условии, что на ее стороне воюет Украина и что Америка обеспечит ее надежным ленд-лизм. При отсутствии этих двух факторов Россия побеждать никого не в состоянии, а способна только позорно проигрывать. Вместе с тем, понятно, что вот такая удивительная удача с Зеленским, удивительная удача с Залужным, удивительная удача вообще со всем руководством Украины, которые, блин, вменяемые, разумные, молодые, сильные, языкастые, этого одного подалека вашего возьми, он заткнет. Ну, я должен сразу тебе заметить, что очень многие активные украинские блогеры, общественные деятели, журналисты с тобой не согласятся в твоих оценках всего украинского руководства. там, ко многим есть большие претензии. Я не хочу сказать, что я их разделяю, но почитай повнимательнее некоторые украинские телеграм-каналы. Возможно, возможно, я для себя хочу сохранить и делаю это совершенно сознательно, прекрасно понимая, что идет война. Я хочу сохранить для себя все равно целостную картину и буду руководствоваться. Для меня Украина жертва, для меня Украина это пылающая, кровавая жертва, которую нужно спасать и помогать. Я не буду вдаваться в подробности управления ею и в детали администрирования и государствования. Вот когда все закончится, а закончится не скоро, потому что не будет, к сожалению, этого Дня Победы, не будет момента, когда все мы сможем выдохнуть, обняться и просто закрепить синий желтый флаг над Кремлем. Такого дня не будет. Это будет череда бедствий, войн, разделений, кошмаров, пока не устаканится и возможно только наши дети увидят финал всей этой истории. Уже я имею в виду взрослые дети. Я тут видел прогноз Блумберга, где пессимистический сценарий тысяча, прости, две тысячи сто шестидесятый год. Я думаю, что нет, я думаю, что это будет чуть подольше. Но вот смотри, даже та же самая Россия, та же самая, те же самые ЧВК, просто одна маленькая подробность. Вот как ты думаешь, что сейчас испытывают сотни и тысячи работников правоохранительных органов, следаки, прокуроры, судьи, опера, они начали жить в жутком страхе и жуткой ненависти к путинизму. Они понимают, что те 38 тысяч уголовников, которых они честно сажали, запертили, за разбор, искали, сажали, арестовывали иногда с риском для жизни, судили, что они сейчас на свободе и они с оружием. А для уголовников всегда концентрат врага это тот, кто его сажал. И они вернутся сводить счеты и с ними, и с детьми. Они не понимают, как можно было вскрыть и уничтожить основу права, основу любой государственной власти, незыблемость правоохранительных решений. Как можно было без особого эффекта и смысла просто поддавшись на байки нарушить самое главное. Поэтому я тебе могу сказать, вот даже этот а они действительно придурки. Это же тоже неважно кто они, зэки, урки, это тоже люди с достоинством, со злобой, с мстительностью, с желанием наказать своих врагов, а основные враги это те, кто ловили, судили и допрашивали. То есть вот это не главная беда России. Это одна из маленьких бедюшек в этой мозаике бед, в которую несомненно превратится будущее. Поэтому вот такого вот дня, когда мы все выдохнем, такого дня не наступит. Путин открыл страшное, он как обезьяна в зале управления коллайдером нажимал ногами неведомые ему кнопки и освободил чудовищные силы. Потому что да, остынет труп этого мерзавца, нет, слово мерзавец это хорошее слово, он его не достоин, остынет его труп, труп Путина. Я думаю, что самым худшим ругательством все-таки будет именно слово Путин. Остынет его труп и никуда не денутся те миллионы инфицированных русским нацизмом. А он был выпущен на свободу. Действительно очень много искренних нацистов, много чудесных людей в России, много. И мы видим подвиг в Питере девочки Саши Скочеленко, мы видим безусловно подвиг, когда на Дворцовой, на эти вот, на эту мерзкую инсталляцию из двух сердец, которую я называю вырванное сердцем Мариуполя, находится смелая девчонка, которая пишет, что сволочи, Иуды, вы убили этот год. Есть кочегар из Вологды, который открывает подпольную радиостанцию, чтобы своим подругам, пенсионеркам рассказывать настоящие новости о войне. Есть масса подколодных и безумно боящихся людей, но наряду с этими людьми есть те, в кого вселился выпущенный из кремлевских подвалах тот самый русский нацизм, который долгое время сидел под замком. Путин сбил этот замок, и он вышел, и он вселился. Он не уйдет, он не лечится, это не проходит, это уходит только вместе с физическим поколением, которое его носит. Ну, это сразу, знаешь, я вспоминаю ремарк, «Тени в раю», когда главный герой говорит, что нацисты может быть и уйдут, а немцы, зараженные нацизмом, останутся, потому что в отличие от вас, я не в 33-м году уехал из Германии, а немножечко там побыл, и когда я слышал орев толпы, я понимал, что это не нацисты ревут, это ревет немецкий народ. И сейчас, когда вместо радио у нас телевидение, я вижу толпы которые ревут, приветствуя Путина, я понимаю, что они заражены вот этим самым русским фашизмом. Это есть, и это действительно неизлечимо, и эти люди будут реальностью, и эти люди не могут быть никак ликвидированы и устранены. Больше того, я тебе скажу, что вот я пересматривал несколько раз какие-то старые свои фильмы документальные, какие-то старые свои репортажи, которые я в прошлом пересматривал тоже, ну, с каким-то таким ностальгическим чувством, думаю, черт возьми, неплохо я работал когда-то, а сейчас я смотрел совершенно другими глазами, потому что я смотрел, что вот эти вот старики, которые мне рассказывают какие-то байки из советской истории, умилительные, я подумал, что, а ведь сейчас же они могли тоже оказаться в этой самой ревучей толпе и тоже приветствовать и войну, и агрессию, и убийство, я все время говорил, нет, пожалуй, пожалуй, все гораздо сложнее. Да, давай тогда что ли на этой ноте мы давненько в эфире, я рад был ужасно нашему разговору, рад, что, рад твоему отношению ко мне, рад отношению и благодарен, бесконечно благодарен украинцам за тот паспорт, который я получил и который действительно для меня орден и знак сопричастности самому храброму народу мира. Я до этого всегда самым храбрым считал другой народ. С паспортом ты меня опередил, я еще своей очереди жду. но тем не менее спасибо. Мне тогда надо было выручать, спасать, и Зеленский это понял. К тому же ты и так как бы казалось, что вероятно, что ты и так абсолютно вот свой и рядом, и я еще казал, про меня еще вероятно были какие-то сомнения, хотя у меня сомнения, хотя я в общем то, что называется очень плохой, но я честно пришел драться за Украину, драться в самой тяжелой и самой глобальной информационной войне, в которой мы, черт побери, побеждаем. Ну что ж, дорогой Александр Глебович, я не сумел задать тебе многих вопросов. Вот черт, так извини, давай тогда все-таки еще. Нет, у Ютуба свои законы, чем дольше мы разговариваем, тем меньше шансов, что нас продвинут в самый верх предлагаемых зрителям материалов. Давай лучше еще раз после какое-то время встретимся и поговорим еще раз. Мне с тобой хорошо очень говорить, ты собеседник колючий и хранящий, сохраняющий в себе массу скептицизма и понимания. Спасибо, что ты был тактичен и сильно не весь его высказал. Спасибо. Ценю, Жень, ценю. Спасибо, Саш. Спасибо, и давай где-нибудь через месяц или полтора или два встретимся. Даже и пораньше, можем, нам есть, что обсудить. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой телеграм-канал, обязательно. Объясняю это. Необходимо сделать, потому что все время идет состязание между мной и пропагандонами. Подписывайтесь, пожалуйста, сейчас Женя сам скажет, как называют его. Канал называется Евгений Киселев. Просто. Совершенно верно. Подписывайтесь на него, лайками поддержите, вопросы, какие угодно, реплики, какие угодно, извительные. Сам буду туда заходить и стараться на вопросы отвечать, на реплики реагировать. Нет, я-то у себя в телеграм-канале просто как каторжный пишу каждый день несколько статей. И надо понимать, что каждый подписчик, каждый лайк, это выстрел в путинскую пропаганду. Вот это надо понимать. И такая же история с твоим каналом. В общем, друг мой, слава Украине! Героям слава! И живей, белорусы! И живей, белорусы! Спасибо всем, кто нас смотрел. Да. И до новых встреч! Да, счастливо! Субтитры подогнал «Симон»!